всем привет не знаю будет вам что-то слышно или нет тут ветер дует сегодня не солнечно облачно поехали на мой пляж любимый у меня разболелась голова очень на нервную почву там капец опять эти пятна были в глазах какую-то муку раздавила между чего какие-то пятна были в глазах там голова разболелась и короче не поехали никуда лежала пыталась выпила нурофен пыталась успокаивается своим клюквенным щербетом вот вышли сюда на басик мы беременны отец ребенка никита джигарда и вы это скрываете здравствуйте вас так давно не было я уже думала что все излечились но нет но нет так не нравится как эта маска дуба смотрится вот так что мы сейчас пока что стало получше я вроде бы хотела вообще уходить с бассейна пойти в зал позаниматься немножко доброе утро ваше утро у нас 10 минут пятого вечера ну ладно если у вас утро доброе утро все обострения впереди у кого-то ранее походу заранее потому что потому что уже не беременна от никита джигарда и скрываю это мощно мощно 12 07 но обед уже все равно как отдыхается да ну пойдет нормально буду стала уже такого количества людей мне тяжело в москве здесь а ну да с москвой же 5 часов разница с самарой 4 поэтому да в любом случае не утро же утро мне кажется это то что 7 8 9 10 а у кого-то 10 ну тогда да тогда у кого-то слишком утро вот ваши австралийцы уехали нет они уедут вместе крисп совет и курорт вкусы очень нравится а напишите мне пожалуйста я вам пришлю отель который мне супер понравился прям какая-то расстроена есть такой момент да я же говорю на нервную почву очень переживаю не переживаю нервничаю злюсь не не переживаю злюсь просто вот мне да надо было бы выпить наверное чтобы расслабиться но что-то как-то как-то не так с тобой так классно спокойно в то же время мотивационно интересно на что же вас мотивирует да ругайтесь ругаемся да есть такое 15.05 солнышка еще нет время 4 часа солнышка нет устро пораньше да ну я говорю у нас то не пораньше у нас то 5 часов вечера скоро будет так сейчас погодите сына гляну она нормально там играет песочки а я сейчас лягу как голова 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 болит вискаря нужно с яблочным соком вот я сейчас с вами полностью согласна но сейчас потому что да нет деньги не у меня сумки как на отдыхе можно злиться за горой купаси пить шампанское поверьте можно злиться бывают внешние факторы которые могут это провоцировать а как там вообще погода дожди часто ли да нет вообще не часто вообще не помню дожди вообще не помню дожди кстати почему то плохо так работает интернет я по моему уже говорила да что у меня обычный мобильный пропал с праздничком с праздничком вас тоже с праздничком со старым новым годом да по моему на родину скоро через неделю так что то тебе мешают старшие дети ну знаете так как это все таки уже старшие да дети вы все правильно говорите это же взрослые дети и они взрослые ну как ну это громко говоря взрослые короче 18 лет практически и так как маленький не умеет не то что не умеет он не знает как общаться с таким возрастом он как то задирается там где то дурачится и из-за этого получается что они начинают его бить я начинаю из-за этого злиться ругаться на старших старший папа который ругается на всех ну как на всех из-за этого получается скандал ну ничего не сделаешь маленький ну вот он такой активный ничего не работает ну и в общем из-за вот таких вот обстановок они ежедневно по несколько раз происходит конечно из-за этого я нервничаю нервничаю из-за маленького нервничаю что так все происходит конечно я злюсь ругаюсь мне не нравится в этом году сейчас собираетесь куда нибудь я то надеюсь что собираемся потому что такой отдых для меня не полностью отдых слушайте так плохо работает интернет почему-то откуда взялись старшие дети от предыдущего брака у мужа Сережа весь в отца любит задираться но вот он то этого не понимает что что это все генетика и точно так же один из старших сыновей был точно такой же по темпераменту как точно такой же по темпераменту как Сережа я помню как он меня страшно доставал и муж ничего ему совершенно не говорил говорил мне лишь что ты старше он маленький хотя ему уже было на минуточку 12 лет мне говорили что он маленький ты старше а тут он говорит это пятилетнему ребенку что ты не умеешь общаться ты обижаешь старших братьев блять как это можно говорить маленькому пятилетнему ребенку что ты обижаешь братьев это что вообще за выражение такое для меня непонятное вот зависаешь но интернет такой ничего сделать не могу да дальше будет видеться с ними отдельно потому что это вовсе не отдых а наоборот нервотрепка недель достаточно прям все больше ни к чему это нет ремонт еще делаем потихоньку эти два здоровых лба без младшего ну и в аргумент они говорят ну ты же тоже можешь его стукнуть ты построил пойдем посмотрим я там рылся 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 пойдем ну чё себе молодец какой молодец умница давай еще немножко и пойдем молодец красавец не трогай меня песком я не хочу больше купаться я вижу-вижу-вижу не трогай меня всех висит интернет такой девчонки ничего не могу сказать да все хорошо надеюсь что здесь будет полут может перезайти так скажите что получше хоть чуть-чуть стало или нет или все ужасно криснушка карлсон спокойствие только спокойствие наверное слабоват слушай две палочки по идее показывает но что-то как-то грустно со старшей дочкой почти не общаемся получше получше честно вот я села сейчас на одну точку может тут будет нормально вроде вернулась ну все не висит ну хорошо ну на самом деле я блин мне понимаете мне даже больше обидно за то что то ко всем своим родным детям разное отношение получается потому что потому что Саша был совершенно такой же совершенно такой же извините за еба и сын у меня такой же да я как бы я не ну то ну он такой ну просто я помню как этому ребенку вообще слова не говорили а он позволял себе просто из ряда вон выходящие вещи а тут когда старших задевают ругаются на маленького ну как это вообще возможно то есть ну мне со стороны кажется что как будто бы более предвзятое отношение к младшему ребенку из-за того что он редко видит старших детей ну верни обратно себе их в россию тогда живи с ними я не знаю в чем проблема тогда ну нет мы же так не хотим ну я очередной раз понимаю это наш второй совместный отдых именно прям отдых со старшими детьми я понимаю что мне это не надо что я не хочу это тяжело это тяжело маленькому ребенку потому что получается что когда он видится с детьми получается что когда он видится с детьми ребенок находится в стрессе в стрессе потому что отец его шпыняет за старших братьев соответственно нахера бы ему тогда видеться с этими старшими братьями из-за которого из-за которых его ругают вот из-за этого я в таком вот таких расстроенных чувствах и расстроился за того, что им билеты продлили, потому что нужно было, чтобы мы побыли в конце отдыха одни, ну, немножко пришли в себя и поехали домой. А тут это все сделали без моего согласования, сделали так, как человек хочет и удивляется, что я хожу теперь и агрессирую. Ну, блин, извините, какой привет, такой ответ. Или пускай чаще приезжают в Россию. И по поводу России тоже уже, знаете, муж уже такой говорит, может, вы летом в Россию приедете, в Россию билеты стоят 500 тысяч рублей. 500 тысяч рублей. Это не маленькие деньги, я считаю, для билетов. Конечно, я всем мужу об этом говорила. Старшие уступать должны как-то маленькому братику странные какие-то. Ну, вот такая вот, в общем, грустная история. И причем муж все равно делает ребенка в этом виноватым. Я туда не пойду, все. Давай смойся, мы когда пойдем полотенце сдавать, я посмотрю. Мама, я тебе покажу. Я сейчас туда не пойду, нет, я не хочу туда идти. Подвес не рад. Ты мне уже показывал. Нет, я еще лучше сделал. Сейчас я подойду, посмотрю. Иди дострою, я сейчас подойду, посмотрю. А я дострою. Сиди, стереги, чтобы никто не сломал, иди. Ну, нет, прям бьют, прям бьют. То есть могут схватить сильно за руку и треснуть по жопе. Я говорю, ну ты же его бьешь. Я говорю, ну извините, я мама. И это в моих компетенциях. Извините, если ребенок позволяет себе что-то, то, что не нужно. Да, мама может стукнуть, но никак не братья, которые видят своего брата раз в месяц. У них просто нет, нет таких прав. Просто нет таких прав. Где старшие живут? В Австралии. Я не думаю, мне кажется, что ревность. Я думаю, что они просто хотят, чтобы их не трогали. Но извините, это маленький ребенок. Это совершенно нормально. Это совершенно нормально. И потерпеть, знаете, можно. Вы не так часто видите брата, чтобы вот так вот, извините. И мне очень тяжело, груди, это для меня не отдых, а какая-то каторга просто. Защищать своего ребенка от отца и его же братьев. Просто потому, что он не умеет по-другому общаться, он другой. И за это его просто лупят. Видимо, больше уделять внимание своим детям, а не тебе лично. Да, про это-то я вообще молчу. Это мне вообще до звезды, что мне там столько внимания не уделяют. Мне важно, чтобы правильно выстраивали отношения между всеми детьми одинаково. Чтобы правильно выстраивали отношения между всеми детьми одинаково. Чтобы младший не чувствовал себя каким-то не таким на фоне старших братьев, когда с ними видится. Он уже папе в машине ехал и говорил, пап, я что самый тупой из братьев. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что старшие братья ведут себя как-то неправильно. Отец этому получается потакает, что у ребенка такие мысли в голове. Что он считает себя самым плохим, самым тупым, самым никчемным среди братьев. Как бы зачем мне тогда ребенка вести, видеться с этими братьями, если такая обстановка? Ну нет, конечно. Получается, когда появляются старшие дети, то младший от отца уходит на второй план. Да, совершенно так. И он это объясняет тем, что он их редко видит. Отдельно ездить отдыхать? Да, я думаю, что нужно отдельно, правда, ездить отдыхать. И к этому все идет. Поставь их на место. Я уже неоднократно здесь разговаривала. Неоднократно. Вы даже не представляете, как часто. Мне вот обидно, когда спрашивают с маленького ребенка в этой ситуации, спрашивают с пятилетнего малыша. Говорят ему, ну, Сереж, если ты не умеешь себя правильно вести, как ребенок пятилетний может знать, как себя правильно вести? Как он может? Ему говорят, ну, если ты не умеешь себя правильно вести, значит, я буду видеться со старшими братьями один, без тебя и мамы. Ну, вот потому что ты не умеешь себя правильно вести. Блядь, как это можно говорить? Это что за отношение вообще к ребенку? И главное, когда я начинаю это говорить, мне просто говорят, не еби мне голову. Ну, руки же выкручивают. Мне вот интересно прям общественное мнение, реально. Вот общество со стороны. Права я или не права? Действительно ли это предвзятое отношение ко мне и к ребенку в конкретной этой компании? Красиня, я полностью понимаю, может быть, лучше тогда, чтобы он одел и ездил с ними, так как редко вид и нибудь некий... Я думаю, что нужно так делать, правда. Это уже прям не на шутку. Я уже сказала перед этой поездкой, я сказала, что если все, это будет повторяться, больше я не поеду. Значит, я больше здесь со старшим Митей не поеду. Во всем этом я считаю виноват сам старший Сергей. Я тоже тут так считаю, потому что он отец, он самый взрослый, самый старший. Он должен уметь выстраивать отношения. И ни в коем случае не обижать младшего самого ребенка, главное, с которым ты живешь. В основном. Ради малого, чтобы он этого не видел, не замечал, я тебя понимаю. Они в Самару к нам не приезжали в гости. Сергей не мудрый, просто сам всех потенциально провоцирует, неправильно расставляя приоритеты ко всем, должно быть одинаковое для всех детей. Согласна. Завтра в день рождения у Сережки будете отмечать, будет ли какой-то подарок, приготовили ему. Завтра, да, у Сережки день рождения, мы только у консержа, ну вот в ресторане, в отеле. Просили поздравить его, подарок здесь большого не будем покупать. Тут так только, ну, конструктор лего подарим, потому что большое что-то за границей покупать и везти. Это обратно просто бессмысленно. Права. Ну, спасибо. Слава Богу, что, значит, я все-таки права, у меня адекватное, объективное отношение к ситуации. И то, что мне внушают, что я ненормальная, я совершенно нормальная. Слава Богу. Ну, Сережа, у вас очень активный, разбалованный, ты сама это знаешь. Я не считаю, что мой ребенок избалованный. Правда. Потому что для меня избалованные дети, это те дети, которые не знают слова нет, не знают наказания, не знают, ну, все, в общем, не знают слова нет и не знают наказания. Мой ребенок прекрасно часто слышит слово нет, прекрасно часто получает наказание. Я не могу сказать, что он избалованный. Да, он активный, да, он взбалмошный такой, бешеный моментами. Но это не значит, что он избалованный. Я же не могу. Как мне в это в нем, что мне его забить нужно? Не в буквальном смысле, а эмоционально, психологически. У меня не получится. Это ребенок такой родился. Он родился такой. Я даже помню, когда он начинал уже сидеть, ходить, я пыталась его обнять. Он всегда меня отталкивал. Он как-то вот, ну, не такой. Вот такой ребенок родился. Вот, ну, а что я сделаю? Они не уважают брата и его, значит. Ну, возможно, это так. Считаю, что Сережа маленький избалованный. Ну, я уже ответила на это. Твой муж ставит почему-то своих старших сыновей выше, чем свою жену маленького. Да, совершенно точно. Я ему тоже об этом говорю. Говорю, что мне это не устраивает. Совершенно неправильные расставленные приоритеты. Потому что в основном дети уходят уже, да, 18-20 лет из семьи и начинают строить свою жизнь. Эти дети уехали раньше. Он их практически не видит. И как можно из-за детей, которых ты видишь раз в год, два раза в год, портить отношения в своей личной семье, со своей женщиной, с которой ты живешь ежедневно, с которой ты проводишь все свое время? Может быть, это эгоистично с моей стороны, но я считаю, что немножечко неправильные приоритеты. Нет, Кристина, вы не правы. Ну, скажите свое мнение тогда. Малому хочется играть с ними, они взрослые, им неинтересно. Голос в Инстаграм опять меняется? Не знаю. Может, муж испытывает чувство вины перед старшими. А какое чувство вины, простите? То, что они уехали за границу, их там содержат за границей? Какое чувство вины? Их же туда не сослали в ссылку. Без их желания, согласия. Они сами добровольно уехали. У них был шанс остаться или с мамой, или с папой, или хотя бы по одному. Но они приняли решение уехать. Какое чувство вины из-за них? Мой ребенок избалованный, он вообще не понимает слов нет. У меня бывает не понимает. Местами он бывает не слышит прям. Прям бывает не слышит. А бывает хорошо себя ведет? Я не могу назвать. Если, допустим, где все это? Ну, вот как бы пояснение. Без нашего с дочкой присутствует. Мы это решили с ним в начале наших отношений. Сережка просто хочет внимания от старших братьев, что и поиграли. А те думают, что задирает. Нет, он реально бывает задирает. Он может щипаться, может стукнуть. Ну, блин, ну как стукнуть? Он же маленький, как он сильно стукнет? Надо мнение Сергея послушать. Надо две стороны слушать, тогда все понятно. Будет каждый защищает свою сторону. Вы реально думаете, что я буду просто так наговаривать на то, что мне обижают маленького ребенка? Детям 18 лет будет через два месяца. Сейчас раздражаю. У нас нет какого-то такого открытого конфликта, по крайней мере, на данный момент. И я не могу сказать, что они меня не недолюблю. Сергей, знаешь, что он вам заболел? Мой сын бьет так, что у меня синяки остаются. Ему четыре года. Может быть, людей больше пришло. Старшие сыновей обижают. Ну, сами... Ну, в этом году я не вижу, чтобы часто обижали, но бывают такие ситуации, допустим, когда Сережа сидит играет, подходит старший и берет у него коралл. Была вот ситуация. И маленький сказал, типа... Тот, наверное, держал его как-то в руках, может быть, какое-то давление оказывал на коралл. Сережка говорит, ты его не сломаешь. Он взял, ему сломал коралл. Хотя Сережка играл, никого не трогал. Сам сидел, играл в игрушках, в этих кораллах, которые насобирал. И ему его сломали. Он расстроился. Он начал плакать и побежал стукать старшего брата. А старший ругает с него, зачем ты обижаешь младшего брата? Ой, старшего брата. Я говорю, в смысле, он ему сломал. Старший брат рассказывает отцу своей версии ситуации, что такое, тот якобы сказал, у тебя не получится сломать мой коралл. И тот, типа, показал, что получится. Ну, это же капец. Крис, ну, это пройдет, не переживай. Просто надо потерпеть. Дети всегда проблемы от других браков. Да меня они никак не смущают, если бы они вели себя, как бы, более лояльны к самому младшему брату. Я не знаю, как. Потому что мало зарядки, виснет телефон, нифига не грузит. Вот. Рассказала вам внутренним своим состоянием, с которым я, мне кажется, прям бегущей строкой на лбу. В общем, все. Я пошла. В рамках дозволенного, в рамках взаимоуважения и так далее. Если это так, то я совершенно не против. Я совершенно дружелюбный человек со всеми. Я тоже знаю, я тоже так думаю, знаю, как сама мать пытается у нее скрестить. Ну да, это же я вам рассказывала. Кена мне там сообщение пишет. Вы считаете, что старшие дети ведут себя плохо, а многие считают, что ваш ребенок избалован, но вы защищаете его. Знаете, когда маленького ребенка бьют родственники, которые видят его раз вместе, я бы посмотрела, как вы не защищали бы своего ребенка. И знаете, это только пять человек вам максимум написали, что Сережа избалованный, и значит, он заслуживает этого. 17-летний маленький Сережа. Уже с детьми большие, думаю, на головой. Могут ругаться и родные свободны, но вопрос, как реагируют родители. Одинаково ругать и хвалить, и беседы проводить. А тут пытаются донести до мелкого, но игнорит старших. Да, вот все правильно. Вот вы сейчас правильное сообщение написали. Все именно так, что когда косячит старший, им ничего не говорят, а только вот младший что-то делает, выговаривает младшего и требует от младшего каких-то взвешенных решений. Как можно от пятилетнего ребенка этого ждать? Это ненормально. Раз в год, а не раз в месяц. Раз в год, да. Перепутала я. Месяц, раз в год, видит. Крис очень адекватный. Всегда, значит, реальный перебор был. Был реальный перебор, и мужем Олег несет, он когда здесь с детьми, он вообще теряет здравый рассудок и может меня высмеивать перед детьми, и там какие-то вещи непонятные говорить и позволять им смеяться надо мной. И мне, получается, нужно за себя отстаивать, ребенка своего отстаивать. И что же это за отдых? Больше я, скорее всего, не поеду. Дети 18 лет старшим, скоро будет. Так, а где у меня Сережа? Вон он плавает. В общем, я отошла от лежака. Скорее всего, будет связь пропадать. Когда мы отдыхаем в семье, я счастливая на отдыхе. А так сложновато. Очень много. Причем я не против видеться с детьми, но просто это очень долго. Это очень долго. Для меня же, по сути, это вообще чужие люди. Я очень мало с ними проводила времени. И, по сути... Я в воду не пойду, сынок. Смотри, сейчас покажу. Мам! Покажу, как есть уши. Я вижу. Вот, смотри. Красиво очень. Мам! Я вижу. У меня хорошо зрение. У меня придерку было. Я вот его подобрал. Ты умница моя. Умница моя. А что же? И папа решил подарить нам 18 летие машины. Да, машины, мотоциклы. Кто что хочет там. Сейчас в такой ситуации Сергея сделает так, будто вы с сыном чужими себя чувствуете. Да, я ему... Вот я же этого не говорила, а вы говорите то, что я чувствую, то, что я ему сама говорила. Ты себя ведешь так, как будто мы здесь лишние прям. Ну, то, что не умеет сам выстраивать отношения правильным. У меня сейчас сядет телефон. Сыну, да, завтра день рождения. Сын, давай обратно. По папе важно, чтобы его драгоценных старших сыновей никто не обижал. Дочкам у него одна дочка. Там покупали машину, насколько я знаю, он денег добавлял. Вообще не вытащить из бассейна. Вот такие дорогие подарки он им дарит маленькому лего. Ну, он говорит, что это же 18 лет. Им на 18 лет нужны машины. С по четверо. Давно вас не видела. Привет-привет. Ну, осталась неделя. Надо как-то все это... ...до развода. Сохрани эфир. Давно вас не видела. Я постараюсь с меня сейчас не слетит там. Детей от предыдущего брака всего трое. На три! Я тут! Давай! Давай! Я тут, Мама! Я! Плывет моя булочка. Плывет, плывет моя бубочка. Приплыла. Кристи, делаем нижнюю тресть лица, углы, четкий контур. Я делала... Да, один угол выводила до идеала, чуть-чуть сделала подбородок. Мам! Ты прям все совсем другая, грустная. Выходите к нам по часу, будем вас подбородить. Спасибо большое. Смотри, как я еще уши сделал. Сынок, я же видел, ты мне три раза показал. Мой квартиру дарил сыновьям, они все его дети. Он правильно делает, если имеет возможность есть сладкий какой-то. Мам, отрынь на меня! Мам, мам! Отрынь на меня! Ну, буду выходить оставшиеся эти дни, потому что мы в основном одни с Сережей, поэтому будем стараться почаще выходить. Сын, давай уже время много! Ну что, не вытащи из бассейна. Смотри, что это. Давай, давай! Господи! Все, висим. Давайте будем прощаться, потому что я отошла от лежака, и там, мне кажется, на басике хуже ловит. Так вы уже раздельно стали отдыхать или это из-за ссоры? Нет, мы вместе просто из-за ссоры в основном муж ушел от нас с бассейна. Ну, я говорю сыночке, что он самый лучший, самый красивый, но это, знаете, так, как-то это так, в шутке, в игре, это как-то, ну, вот, говорю, бусечка моя самая лучшая, самая красивая. То есть, ну, я и считаю, что нужно. И спортом. Так, подождите, я занималась и спортом, потом я забеременела от жигурды. А еще, что будет про меня нового? Все, я пошла, все, давай, уже надо уходить с бассейна. Все, я пошла, все, давай, уже надо уходить с бассейна. Внимание, чушь такую, раздельный отдых на все вместе, и я нервничаю. В общем, все, давайте всем, всех целую, всем пока. Вот, все, все. Попробую сохранить, надеюсь сохранить. Попробую сохранить, надеюсь, все, 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 все. Попробую сохранить, надеюсь, все, 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 все.